Добрый день! Сегодня мы напишем такую вот девочку под деревом, весеннюю такую картину. Давайте начнем. Берем большую кисть, макаем в разбавитель. Желтый, белила, бирюзовая. Светлая краска должна получиться замес. Побольше желтенького, чтобы было солнечно. Не холодный цвет замешиваем, а тепленький. Покрыть весь холст. Вверх введу кисточку и давлю на нее. По нашему заготовленному рисунку покрутила кисть. Веду, 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 веду. Очень много краски беру на мастихин. И касаюсь краской краски. Я мастихином не касаюсь холста. Только краской краску. Оставьте воздух. Оставьте дырочки зелененькие, светлые. Ближе к концам веточек поменьше эти линии, покороче. Для маленьких участков можно взять вообще очень мало краски на мастихин. Или даже пальцем вот так срезать лишнее. Движением снизу вверх можно дать листочки отдельные. Много краски для этого беру. Несколько сиреневых лепестков или цветочков ляжет под дерево. Немножко закроют эти стволы грубоватые. Где можно белые на свет положить обязательно кладу. Налетевших, опавших вот в этой зоне. Выстраивая его где-то в линию, где-то два вместе, где-то три. Чтобы не было всего по одному именно те, что лежат. Она читает книжку. Книжка белая. Немножко желтоватая. Можно и коричневатый и желтоватый. Капельку добавить в белило. Можно мастихином, допустим, положить. Что лишнее обрисовываю цветом фона или одеждой. Под книжкой с нашей стороны видно коричневую корочку. Можно разделение в книжке сделать. Шов вот этот посветлее, чем коричневый. Ну, я взяла какой-то типа охры цвет. Замешала там желтый с каким-то красным. Что-то такое. Ботиночки коричневые. У нее там на ножке, как туфли Мэри Джейн, такая сестерочка на картинке. Вот какая-то туфелька. Одна, вторая. Отйти, посмотреть, подумать. Может быть, где-то что-то еще доделать. Ну, я все. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...